Big Brother and the Holiday Company, с которой дебютировала Дженнис Чаплин. Возможно, она была первой белой джазовой певицей, во всяком случае, единственной в 60-е годы. В том же 1967 году на мировой музыкальной сцене появились Rolling Stones, которые называли себя лучшей рок-группой в истории. Ну что ж, в скромности их не упрекнешь. Мне, например, больше нравятся Beatles. Ну давайте послушаем Дженнис Чаплин и Rolling Stones. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Долина Силикон Вали в Калифорнии это место наибольшей концентрации в США электронных компаний. Из двух с половиной тысяч крупных электронных фирм США полторы тысячи расположены в Силикон Вали. И там 12 сентября 1958 года молодой инженер компании Texas Instruments Сент-Клэр Килби изобрел широко известный сейчас чип полупроводниковый кристалл с интегральной схемой. Он был использован в компьютерах и позволил значительно уменьшить их размеры до крошечных, которые можно носить в кармане. Но Силикон Вали была также центром поколения битников. Возможно, вы слышали о Тимоте Лири и той литературе, которая в те годы пришла из этой части США. В последнее время Тимоте Лири работает над многими инструментами, которые используются в реальной действительности. А мы посмотрим Тимоте Лири в фильме Весса Крэйвена «Шокка», вызывающий шок. Вы знаете этого режиссера по фильму «Найтмэр. Ночной кошмар». А сейчас Тимоте Лири снялся в фильме этого режиссера «Шокка». Я слышала об этих шоу с участием, но это просто абсурд. «Шокка» А это зависит от этого прореза «Шокка». «Шокка». «Свейк». 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 «Иди сюда. «С вами все в порядке». «Вставай, дерьмо. Полироид, который изобрел американец Эдвард Герберт Лэнд, появился в Европе в начале 60-х годов Сначала фотографии были только черно-белые В наши дни ежедневно во всем мире снимается 4 миллиона фотографий Это демонстрирует, насколько важным стал полироид КОНЕЦ С 60-х в 70-е годы и посмотрим на предметы первой необходимости того десятилетия Итак, увидимся завтра, а на сегодня, к сожалению, все До свидания